Илита Арксплюй Продакшн представляет. То есть увеличивая свои шансы на победу многократно, во много раз. Что же делать в этой ситуации? В первую очередь это видео будет полезно для игроков, которые играют соло, то есть одни. Знаете, я тогда подумал, когда увидел всю эту картину, постоянно одни и те же герои пикаются, чтобы абузить Зевса. Я думал, как же этому противостоять? Как сделать так, чтобы ты побеждал? Какой герой для этого тебе нужен? Я нашел ответ. Да, я нашел ответ. После того, как я нашел этот ответ, да, уже 10 подряд побед в битве годней. При том, что играю соло. Что же это за герой, вы мне можете спросить, да? А давайте я вам покажу. Давайте, оп, оп, оп. Прямо по кусочку так. Оп, 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 оп. Вот. Вот, что это за герой? Угадайте. Вот, видите, вот торчит. Что это, а? Это не Путш, нет. Это даже не Свен. В принципе, это похоже немножко на Брудмузер, да? Брудмазер. А, все спалилось. Ладно, все. Это была секунда юмора. Да. Правильно вы поняли. Это Котл. Это Котл. Просто машина смерти. Котл сделает ваш винрейт битвогодней стопроцентным. То есть, очень сильно увеличивает шансы на победу. А давайте разберемся, почему Котл. Почему? Просто народе его зовут Старый Пердун, там, Старуха, там, и так далее, да? Почему Старый Пердун так сильно нам помогает? Потому что Котл это один из лучших антипушеров. В чем же смысл битвогодней? И тупо, тупо, тупо пушь. То есть, собраться кучей, да? И бегать за годнем, пушить вышки. И тут подбегает наш Котл. И просто постоянно делает волны. То есть, в итоге, врагам пушить просто нереально как тяжело становится. Это во-первых. Во-вторых, не забываем, что Котл в начале тоже очень сильно мешает формить врагам. Котл, всегда Котла отправляйте в Харду. Всегда только в Харду. Вот. Играя за свет, вот она Харда. Играя за тьму, вот она. Только в Харду. Чтобы можно было пушить, и чтобы ваши кэри могли формить на легком улайне. Опять, смотрите еще. Давайте я вспомню все, что хотел сказать. За Котла очень легко сделать ФБ. Очень легко. То есть, смотрите, что вы делаете. Вы делаете волну. Побили с руки. Сделали еще одну волну. Вы видите, что у врага мало ХП. И используете. Здесь должна быть панелька годняя. Используйте ультимейт Зевса, который стоит 750 очков. Все. Профит. ФБ сделать за Котла очень легко. Далее. Смотрите. Что же еще нам может показать Котл? Котл, да? Котл, котел. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Еще огромный плюс. Это его пятый скилл. Промахи. Понимаете? Это промахи. Ну, это в первую очередь актуально, когда против вас играет снайпер. А я еще раз говорю. Во всех играх Битва Годни пикает снайпера. Если снайпер у вас во врагах, да, находится, то просто в замесах используя наш пятый скилл. В итоге он будет промахиваться. То есть он становится просто бесполезным куском. Бесполезным. Давайте теперь быстренько пробежимся по шмоту. Что нам собирать? Во-первых, мы не саппорт. Я не рассматривал никогда Котла как саппорта. Сейчас, естественно, кто-то будет ныть, кто-то будут комментарии писать. О-о-о, бла-бла-бла. Можно быть саппортом, да, но ты будешь пассивным Котлом. Я вам советую. Вот сейчас я пытаюсь донести, да, как побеждать вам стопроцентно. Запомните. Берите Котла как Пушера. Пушера-убиватора. Наша задача какая? Пушить и убивать волнами. Самое главное, играть в агрессивном виде. Это стиле. Только в агрессивном стиле. Никакой саппортинг. Не надо бегать в кустах, сидеть. Бегать за нашими керри. Нет. Вы всю игру будете играть практически соло. По разным лайнам бегать. И просто волны, волны, волны. Чистая агрессия. Все, мы разобрались на какой лайн идти. Разобрались какой стиль игры. Это Пушер. Убийца. Там, не знаю. Нагибатор 228. Теперь давайте пробежимся по предметам. В самом начале покупаем себе Транквилы. То есть, начинаем собирать через Протекшн колесо, да. И через Кольцо Регена. А уже потом на лайне покупаем сапог. И в итоге получается Транквилы Бутс. Самый лучший тапок для Котла. То есть, в первую очередь, это Реген. Да, нам необходим Реген. Мы играем в агрессивном стиле. Мы постоянно будем получать от Крипов, Паши и так далее. И во-вторых, это Скорость. В этом есть еще одна фишка Котла. Скорость. Чтобы он просто летал по всей карте. Чтобы его не могли догнать. Далее. Когда собрали вы себе Транквилы Бутс. Собирайте всегда во всех играх Лотар. А, Шаттл Блэйд. Во всех. Да, я прекрасно знаю, что там есть ульта Зевса. Что есть в каждой игре сам Зевс. Это палит инвизоров. Посрать. Запомните. Просто посрать. Это еще ни разу не повлияло на мою игру. Ни разу. Даже если где-то здесь Зевс будет бегать вторым скиллом. Бить меня там, палить там. Да, ультовать. И так далее. Без разницы. Все равно. Он нас не убьет. Ему нужно будет еще нас догнать. Собирайте Лотар. Первое, для чего? Опять для агрессивной игры. Чтобы вы могли бегать по всей карте. То есть. Просто. Лотар позволяет вам наглеть. То есть вы можете сюда побежать. Здесь волну стоять, делать. Здесь волну, делать. Здесь волну, здесь. Бла-бла-бла. И надеяться на то, что вы просто убежите в Лотар. Еще раз говорю. Ульта Зевса и сам Зевс это не помеха. Это не значит, что вы не должны собирать Лотар. Мною проверено. Лотар идеально идет на этого героя. В этом режиме. Когда вы собрали себе Транквилл Бутс и Лотар. Да, собираем. Дальше. Аганим Скептер. Естественно. Это самый лучший предмет для КТЛА. Аганим. Великолепный. Во-первых. Мы всегда его начинаем собирать через Пойнт Бустер. Чтобы у нас увеличилось здоровье и мана. Вот именно с этого момента уже Зевсу. Я рассматриваю Зевса именно со стороны врага. Потому что это самый такой геморройный вариант. Потому что когда он ультует. И он использует ульту Годня. Тоже Зевс. То есть в итоге 2 ульты Зевса получается. Нас довольно часто могут убивать из-за этого. Если он грамотный Зевс. Поэтому когда мы начинаем собираться уже в Аганим. У нас увеличивается жир. И мы не будем так просто уже подыхать. От одного прокаста. То есть сначала покупаем Пойнт Бюстер. Пойнт Бюстер. Бюстгалтер. И еще потом покупаем Огры Клаб. То есть собираемся сначала именно в здоровье. Чтобы выдерживать этот прокаст Зевса. Ну или других. Кто там будет. Варлоки. Бла-бла-бла. И потом уже собираем Аганим. Да. С Аганимом мы сможем. Ну. Я думаю все знают что делает Аганим. Это бесконечная ульта наша. Мы сможем использовать все скиллы. Можем управлять первым скиллом. То есть поставили накрутку волны. И побежали дальше. И она потом чик. И пробивает. Также мы сможем телепортировать всю игру к себе. Союзников. Потом использовать промехи на врагов. И тому подобное. После того как вы собрали Аганим. Это уже будет где-то примерно. Ну. Средний этап игры. Да. Где-то 30 минута. Или 25. Уже можно продать транквилы бутс. Или разобрать их можно. Нет. Просто продать. Без разницы вообще. Продаем. И покупаем себе травела. Все. Это основной шмот. То что будете собирать дальше. Вообще все равно. Самое главное. Соберите вот этот шмот. Ну. Транквилы бутс. Я думаю вы понимаете. Чисто просто мобильность. По всей карте летать. Делать волны. Убегать в лотари. Если это надо. Тоже с лотаром. Мы сможем догонять врагов. Зачастую. Очень часто. После волн. Враги убегают. Там. С одним хп. И уже. Приходится. Бить. Ручками. И там. Уже. С лотаром. Догоняем. А у нас будет лотар. Плюс. Транквилы бутс. Там. Огромная скорость. У нас. По-моему. 400 будет. Догоняем. И по шее. Даем. Там. С вертухана. И все. И враг. Отдается. В слезах. Это мы рассмотрели. Теперь. Про наши скиллы. Как мы раскачиваемся. Смотрите. Сначала. Мы качаем. Первый скилл. Идем на лайн. Начинаем. Ну. Спамить этим скиллом. Потом качаем. Третий скилл. Потом. Опять. Качаем. Третий скилл. Чтобы у нас всегда была мана. Всегда. Потом качаем. Первый скилл. Третий. Первый. Первый. Третий. И только потом. Я вам советую качать ульту. Потому что раньше. В принципе. Смысла нет. Качаем ультимейт. Потом уже качаем. Второй скилл. Сжигание маны. Ультимейт. Там. Второй скилл. Ультимейт. Бла-бла-бла. Ну. И плюсики. Все. Вот такая вот. У нас раскачка. Вот такая вот. Так. Про раскачку я вам рассказал. Да. Да. Вроде все уже рассказал. Ну. Какое у вас должно быть поведение. Я вам уже сказал. До начала вы идете в харду. И постоянно просто волнами пробиваете ваших врагов. Используйте всегда. Когда вы видите, что у врага мало хп. Используйте ультимейт Зевса. Через панель управления годним. Также не забывайте. Здесь есть хилка. Глобальная. И глобальная мана. Если вам нужна будет. На всякий случай. То есть пробиваем врагов. Убиваем. Не даем им фармить. Когда появляется годень. Сразу же идем к годню. Запомните. Не нужно его отпускать. Нет. Наоборот. Это ваше преимущество. Когда, например. Вот. Мы играли, например, на миду. Да. Допустим, это мид. А годень уже здесь. Мы покупаем ТП. Например, где-нибудь здесь. Покупаем ТП. Или у нас обоина была. Ну, не важно, короче. Если у нас есть ТП, мы бежим. Или телепортируемся к годню. Да. Идем вместе с ним. Все. Годень начинает драться. А мы просто тупо пускаем волны. Постоянно. Он начинает дамажить вышку. Мы пускаем волны. Враги подойти не могут. Понимаете? Они не могут подойти. Потому что постоянные волны идут. Пронесли вышку. Пронесли вышку. Там, собрали лотар в самом начале. Да. И пошло-поехало. Потом появляется мобильность. С лотаром мы сможем убегать. И тем самым пушим лайны. Ну, все. Хватит вам уже информации. Я вам открыл супер-секрет. Это реально можно отнести к секрету. Потому что эффективность стопроцентная. Самое главное, все просто делайте правильно. Слушайте внимательно, что я вам говорю. Еще раз повторяю. Что из десяти игр, все десять были выиграны. Именно благодаря котлу. Именно котлу. Его волнам. Хотя, игры были зачастую очень сложные. Там попадались и даже эти. В одной тиме. Зевс. Варлок. Зомби. И это. И спектра. Спектра, у которой, короче, Радик был. Вы понимаете. Там такой дамаг нереальный. Да. Там Альсевса, который там две ульты делает. Потом Варлок. И это очень было тяжело. Но мы выиграли. Мы просто тупо выигрываем. Понимаете. Они не выдерживают мои волны. Не выдерживаю. Ну, все. Поэтому сразу же после этого видео. Ждите, когда будет битва годней. Пикайте котла. И делайте все так, как я вам сказал. И удачи вам. Побеждайте. Выигрывайте сеты. Мне уже начинают попадаться повторные сеты. Я поэтому в контакте начинаю менять их. Потому что реально уже куча просто выпадает. Все. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. Субтитры сделал DimaTorzok